Уважаемые дамы и господа, в связи с нагнетаемой в международной прессе антироссийской риторикой, множищимся в геометрической прогрессии, фейковыми новостями о России, а также ограничением вещания российских СМИ, мы приняли решение о том, что будем проводить еженедельный брифинг посольства по актуальным вопросам международной повестки дня и положению дел на двухстороннем треке. Ну, хотела бы начать с специальной операции вооруженных сил России на Украине. Эта операция продолжается. Эта операция специальная по демилитаризации и деноцификации преступного киевского режима. На протяжении восьми лет ведущую войну против населения Донецкой и Луганской народных республик. Подчеркиваю, Российская Федерация не планирует оккупировать территорию Украины. Мы принимаем все возможные меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Удары наносятся только по военным объектам с использованием высокоточного орудия. С начала проведения операции уничтожены 2 911 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 141 зенитный ракетный комплекс, 89 боевых самолетов и 57 вертолетов, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других бронированных машин, 107 систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии, 749 единиц специальной военной техники, 97 беспилотных летательных аппаратов, 90% военных аэродромов выведенных из строя. Последние два дня делается все возможное для обеспечения и организации гуманитарных коридоров. Эвакуация жителей идет достаточно тяжело, поскольку формирование украинских националистов препятствует организации гуманитарных коридоров, использует мирных граждан в качестве живого щита. Важная тема, которая затрагивалась во многих СМИ последние два дня, это наличие биологических лабораторий на территории Украины. Министерство обороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Согласно материалам, американская сторона планировала вести на Украине работы по патогенам птиц и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, направленных против России. Как вы понимаете, такие способы распространения патогенов могут быть опасны и для Европы. Что у нас творится в двухсторонних отношениях? 26 февраля Болгария в числе первых стран заявила о закрытии воздушного пространства для России. Несомненно, это недружественный шаг, который негативно скажется на интенсивности двухстороннего взаимодействия, а также в том числе и в сфере туризма. 2 марта МИД Болгария сообщил об объявлении двух сотрудников посольства персоной Нонграта. Это уже 11 случай с октября 2019 года. Очередная высылка дипломатов под надуманным предлогом не может быть расценена иначе, как стремление официальной Софии подлить масло в огонь в раздуваемую коллективным Западом антироссийскую истерию. Данные действия не будут оставлены без ответа. 5 марта 2022 года распоряжением правительства Российской Федерации утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, российских юридических и физических лиц. В него попали 48 государств, включая Болгарию. Говорю это с большим сожалению. Согласно установленному документопорядкам, при наличии валютных обязательств перед иностранными кредиторами из перечисленных в перечне государств, российские компании и граждане в праве рассчитываться с ними в рублях по официальному курсу Центрального банка на момент расчета через открытые для этих целей счета в российских кредитных организациях. Кроме того, для ряда отраслей, перечисленных в специальном федеральном законе, все сделки, включенными в перечень странами, будут подлежать одобрению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Теперь о ситуации в области энергетики. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы в собственной энергетической политике последних лет. Как следствие, критический рост цен на энергоресурсы, Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волонтильности на рынке. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надежным партнером. И сегодня «Газпром» полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России и введением запрета на Северный поток-2 у нас есть полное право принять зеркальные меры, наложив эмбарго на прокачку газа по Северному потоку-1. Пока мы этого не делаем, хотя европейские политики активно нас к этому подталкивают. Недоумение вызывает и обсуждение возможности отказа от российской нефти и нефтепродуктов. Такие заявления подогревают рынок. Мы видим, что цены уже поднялись выше 130 долларов за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными на европейском рынке с учетом существующей у нас инфраструктуры и логистики морских перевозок. Отказ от российской нефти приведет к тяжелым последствиям для мирового и, в первую очередь, для европейского рынков. При этом быстро заменить объемы российских энергоресурсов на европейском рынке невозможно и потребуется не один год. Всплеск цен будет непредсказуемым, инфляция будет очень высокая, а главным пострадавшими окажутся европейские потребители. Спасибо за внимание. Продолжение следует...